В этом видео мы поговорим об оформлении данных рельефа в QGIS. Например, создание вот такого вида рельефа или вот такого с подключением слоя OpenStreetMap. В данном случае, в этом примере у нас использованы данные AsterGdem. Как их достать, у меня на канале имеется видео, ссылка на которую будет в верхнем, правом или левом углу, смотря с какой стороны смотреть. Стрелочкой будет показано. Итак, давайте мы попробуем сформировать такой же вид, но уже с данными SRTM. Здесь у нас использованы D данные, и мы сейчас будем использовать данные SRTM. Давайте отключим группу и давайте создадим новую группу. Создали, но мы ее вывели отдельно. Давайте выведем отдельно. Это не выводится он сейчас вниз. Вот, давайте обзорим. Переименуем SRTM. Сделаем SRTM. Так, и положим вверх. Вот так. Ну и давайте эту группу добавим данные. Вот у меня есть здесь SRTM данные. Давайте вот сюда положим. Вот они у нас есть. Что дальше? Дальше мы делаем что? Во-первых, мы дублируем этот слой. И в копии делаем следующие настройки. Свойства и теневой рельеф. Выбираем применить. Ок. Давайте его тоже включим. Здесь свойства и одноканально-псевдоцветное выбираем. Ну, допустим, у нас тут есть спектральный ингредиент. Ну, давайте попробуем его сделать. Итак, выбрали и тут инвертировать, применить, окей. Это становится выглядеть вот так. Дальше что? Здесь же мы можем в свойствах идем вниз. И здесь выбираем. Так, что-то не идет. Режим смешивания, да? Вот, выбираем умножение. Применяем. Вот у нас при умножении вот этого и вот этого слоя получается вот такая картинка, темненькая. К сожалению, да? Но что здесь делаем? Идем ниже следующий слой. И здесь играемся соответственно с яркостью и контрастностью. Что делаем? Во-первых, контрастность мы уменьшаем. Что-то сделаем так, применить. Видите, уже как бы немножечко темного уходит. Давайте еще применим чуть-чуть. Вот так. И теперь увеличим яркость. Так. Применить. Вот у нас получается примерно что. То есть вот такой рельефик. Дальше что? Дальше, соответственно, мы переходим сюда. И давайте создадим изолинии. Идем в растр. Извлечение. Создать изолинию. Давайте поставим здесь 25 метров. Ну и нажимаем выполнить. Процесс не быстрый. Ну, здесь вот так. Создало. Смотрите. Здесь вот так. Так. Давайте вот тут у нас что-то вылетело. Получается как-то различие у нас. Это у нас первое, это второе. Так. Давайте первый еще поправим. Изолинии мы чуть-чуть изменим свойства. В данном случае выберем черный цвет и толщину линии или ширина 0.1. Сменить. Окей. Соответственно, вот. Такой вид карты получается. Соответственно, если у нас есть умножение, то мы можем OpenStreetMap подключить. Но у нас тут не видно. Не видно. Почему? Потому что вот в этом слое тоже нужно включить умножение. Так. Где у нас? Вот тут умножение. Применить. Тогда у нас будет немного видно. Раз, вторая подложка OpenStreetMap. Как OpenStreetMap включить? Соответственно, вот здесь есть. Вот. Вот здесь. Добавить XYZ слой. Соответственно, в 16-ой версии 3.16 имеются соответствующие вот такие ресурсы. Давайте. Идем. Ну, как бы вот такой рельефик у нас получается. То есть уже красиво выглядит. Можно так, можно так. Ну, что еще? В данном случае, скажем так, стили могут быть выбраны другие. Мы здесь использовали свойства. Спектральная стиль. Да. Но можно использовать и другой. Все градиенты. Но, допустим, топографически применить у нас будет вот такой вид. Скажем так. Где же соответствующие стили можно найти? Мы идем в установки управления стилями. Переходим в градиенты. И, соответственно, можно вот здесь в каталог зайти градиентов. Давайте зайдем. И вот тут множество тем. И, допустим, топографическая. Есть топографическая ботиметрия. И так далее. Ну, давайте топографическую посмотрим. Вики. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Ну, давайте Вики соответственно добавляем. И давайте. Допустим, 4. Сохраняем. Вот таким образом мы добавляем новые стили. И, соответственно, если мы сейчас в свойства зайдем, то мы можем найти в списке топографии 4, допустим. И применить его. И применить его. Как бы вот такое. Ну, я как обычно использую в данном случае спектральный инвертированный градиент. Применяю вот таким образом. То есть, вот что у нас получается. То есть, разница между SRTM-овскими данными, допустим, GDEMO и Asterogdem. То есть, вот так. Вот если включать. Вот тут, смотрите. Так. И вот это. Включаем. Вот как это выглядит. Суперн-стритмат. Вот так. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал.